привет я оля свекла арт сегодня предлагаю порисовать вместе вот такого жирафа немножко иллюстративного в цветах я буду рисовать в скетчбуке вы можете творить на любой удобной бумаге той бумаги которой вы привыкли свойства которые вы знаете ну конечно же подобную работу проще будет выполнять именно на хлопковой бумаге поэтому я выбрала именно хлопковый скетчбук здесь у меня бумага из стопроцентного хлопка плотностью 300 грамм на квадратный метр фирма кэнсон начиная с легкого карандашного рисунка не буду прорисовывать очень сильно все фотореференции прилагаю и поэтому фотореференцию на него ориентируясь я простыми формами показываю его голову такая трапециевидная голова показываю уши где находится где находится глаза намеками и рожки а также показываю края шеи все остальное я буду делать уже акварелью карандаш я выбираю не сильно твердые средней жесткости и на него стараюсь практически не надавливать но если получаются такие довольно жирные карандашные линии я их облегчаю ластиком ластик я использую от малевич он очень мягкий и практически не травмирует бумагу после того как карандашный рисунок выполнен я начинаю работать акварелью сегодня в акварельный понадобится совсем мало цветов три основные цвета желтый синий красный роли желтого я беру желто оранжевую от гаммы вы можете взять кадмий желтый он сюда прекрасно подойдет в роли синего у меня ультрамарин и в роли красного я возьму карминовую можно взять алую тоже она сюда очень хорошо впишется потому что фиолетовые оттенки нам особо не нужны а вот такие коричневатые очень даже понадобятся также четвертый цвет понадобится черный я возьму серую пельну вы можете взять тот черный темный оттенок который есть в вашей палитре его понадобится совсем совсем маленечко и так делаю замес оранжеватый для этого взяла желтый мой и розовый карминовую и делаю замес довольно жидкий начинаю работать на кисти когда у меня очень много вот такой краски не сухой кисть не должна быть сухая на ней должно быть много краски плюс воды работаю от пятна по сухому но если вы работаете по целлюлозе которое моментально высушивает ваш красочный слой то рекомендую все таки предварительно частично увлажнить то есть вы можете увлажнить силуэт головы обходя например глаза и не трогая фон и по нему будет проще работать так как я свою бумагу чувствую я знаю сколько у меня есть времени чтобы не не получилось таких явных стыков я работаю по сухому намешиваю сюда же синего и получаю вот такой вот непонятно сероватый коричневатый оттенок и сразу же внедряя уже в мои мазки рядом с ними кладу следующие вот эти темненькие чтобы показать сразу же от теневые части головы жирафа и вот таким способом накладывая штрих за штрихом смотря внимательно на натуру где мне нужен оранжевый оттенок где мне нужен почти желтоватый а где коричневатый я закрашиваю его голову не заходя на шею смотрите только внимательно работать надо довольно быстро чтобы у нас раз по сухому работаем чтобы у нас не было стыков вот этих штрихов цветных цветовых если все таки у вас очень все быстро сохнет лучше уходить либо на воду либо предварительно увлажнять этот участок цветов Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Пока я работала над цветами, подсохла верхняя часть жирафа и его голова, поэтому можно сейчас поработать над ушами и над рожками и над глазами. Я сейчас беру все те же три цвета основных, чтобы получить серый вот такой оттенок и делаю подложку для ушей. Где-то их надо затемнить, где-то можно пустить в розовинку, где-то можно пустить в желтинку. Это ваша фантазия, ваше видение. Я увидела уши вот такими цветами, штилой розового, которые есть в цветах. Он здорово будет сочетаться с самими цветами, которые идут внизу. И чуть позже я затемню внутреннюю часть ушей, пусть это пока подсохнет, можно поработать над рожками. Можно нарисовать немножечко фактуры. То есть жираф у нас все равно такой шерстяной, и поэтому по сухому очень хорошо показать тем же оранжевым оттенком его теневые части. А также уйти на рожки. Я ухожу сейчас с оранжевым, а уже после этого, выдавив немножечко серой пейной, ее понадобится буквально капелька для рожек и для глазок. Ну, немножечко, может быть, для ушек. Поэтому я ее совсем немножечко себе выдавила на палитру, и вот таким образом делаю верхушки его рожек. А также теневую часть ушей, как раз ушки подсохли, можно это прорисовать. Далее перехожу к работе над глазами. Это очень важный элемент, поэтому нельзя делать глаза жестко, прямо полностью закрашенными. Посмотрите, я положила слой серой пейной и отжатой влажной кисточкой выбрала по радужке краску. Получился такой мягкий, даже бликом его не назову внизу, мягкий такой светлый участок. Блик я оставляю полностью четко не закрашенным, блик придает живости. Краска, где у меня зашла слишком на вот этот выбранный участок, я еще раз прохожу влажной, чистой, отжатой кисточкой. Получается такой вот живой глаз. Далее смотрю, где мне не хватает затемнения непосредственно на самом жирафе. Можно сделать эти затемнения по-сухому, можно увлажнить, если у вас хлопок позволяет. Я делаю по-сухому, немножечко размывая то, что добавляю вокруг глазок, показываю его переносицу и перехожу к ноздрям. Ноздри тоже мне в помощь пришла, серая пейна. В смеси уже не в чистом виде, а в смеси с теми цветами, которые есть на палитре. Уточняю нижнюю часть рта и сейчас будем оттенять жирафа. Чтобы его оттенить, я беру ультрамарин, он не совсем у меня чистый, но мне он чистый здесь и не нужен. И по-сухому показываю тени, но не оставляю их вот такими жесткими. А после того, как я наложила штрих, я размываю водой, чистой, влажной кистью, смягчаю границу положенных теней. Тогда тени получаются живые, мягкие, прозрачные. Например, работая маслом, такой способ бы тут не подошел. А акварель с ее прозрачностью позволяет нам вторым слоем сделать вот такие тени. Очень живые, живописные и настоящие. В общем-то, мы подходим к завершению. Жираф улыбается. Он получился живой, жизнерадостный, в цветах. Надеюсь, сегодняшний мастер-класс вам понравился. Рисуйте с удовольствием, вдохновение вам и успешного творчества.